Разведение шмелей. Обильно цветущий сад весной может в конце сезона разочаровать малым количеством урожая средних вкусовых качеств. Происходит это из-за недостаточного опыления цветков растений, ведь большинство фруктовых деревьев самобесплодные. Особенно плохая пыль и мость бывает холодной и сырой весной, когда теплолюбивая, многотысячная пчелиная семья не вылетает из ульев. Шмели же являются одними из самых хвалодостойких насекомых, благодаря способности разогревать свое тело и наличию на нем густых волосков, защищающих насекомые от непогоды. Разведение шмелей. Болезный опылитель может вылетать на сбор пыльцы при температуре от плюс двух из градусов в дождь, а также, благодаря хорошему зрению и в темное время суток. Пчелиное трудолюбие широко известно, но шмель опыляет в пять раз больше цветков в день и трудится по 18 часов в сутки в течение всего лета. Полезных опылителей разводят как для агробизнеса, так и в частных хозяйствах, в том числе для опыления тепличных растений. Шмели не требуют особого ухода и менее агрессивны, чем пчелы. Важно! В результате опыления растений шмелями гарантирован хороший урожай. Как разводить шмелей? Для того, чтобы на территории участка появилась шмелиная семья, нужно привлечь шмелиную королеву, в то время, когда она находится в поисках гнезда. Ищут маточное насекомое ранней весной, узнать его можно по отсутствию пыльцы на задних лапках и кружению близко к земле. Наличие пыльцы свидетельствует о том, что самка уже создала гнездо и не станет делать это повторно. Продолжательницу рода можно поймать, накрыв ее коробкой, а также купить вместе с готовым домом для шмелей. Выращивание полезных опылителей возможно в производственных условиях, так же, как развести шмелей на участке самому не вызывает особых сложностей. Шмелиную матку помещают в уле и закрывают в нем на сутки. Самка очень тщательно выбирает место будущего гнезда, поэтому ей может не понравиться предложенный дом и после открытия летка она не вернется. Это следует учитывать для того, чтобы понять, как развести шмеля на садовом участке. Успешным считается заселение пары у лев из десяти. Интересно, разведение шмелей благоприятно и тем, что в месте их обитания не селятся осы. Шмели живут семьями по 100-200 штатам. Количество зависит от размера гнезда, размножение происходит на протяжении всего летнего сезона. Узнать, заселилась ли самка в предложенное жилье, можно через несколько недель после ее размещения. До этого времени ее можно не обнаруживать, потому что насекомое будет обустраивать гнездо и выводить первое потомство. Обосновавшиеся в улее шмели опыляют сначала близлежащие растения, собрав с них весь нектар постепенно увеличивают радиус вылета. Во время летнего сезона можно увидеть около улея мертвых шмелей, это биологическая особенность насекомых, таким образом идет обновление самок. Улей для шмелей Почему шмелей не разводят, как пчел? Поведение шмелей непредсказуемо, они могут покинуть гнездо, контролировать процесс не представляется возможным. Боязнь укусов от близко расположенных мест обитания полосатых насекомых также может являться причиной, почему никто не разводит шмеля. Также отличием шмелиной семьи от пчелиной причины, почему не разводят шмелей, как пчел, является то, что данный вид полезных насекомых живет один летний сезон. Осенью все шмели погибают, а зимовать остаются только несколько самок, которые родились в конце сезона и были оплодотворены. В следующем сезоне именно эти молодые самки воспроизведут новый рой. Осенью продолжательницы шмелиного рода зарываются в дерны, пребывают в нем в спячке до следующей весны. Ранней весной, когда на самке появляется влага оттаившего снега, она просыпается, начинает заново искать место для гнезда и создавать семью. Интересная информация, но шмели более спокойны, чем пчелы, жалят только в случае опасности и вылетают из улея не роем, а по одному. Как разводить шмелей для получения меда? Шмелеводство в основном применяется в целях опыления культур, а не для разведения шмелей для меда. Возможный сбор меда насекомого является лишь дополнением. Из-за короткого периода жизни шмелиной семьи ей не требуется хранить большое количество запасов. Нектар насекомые используют для корма своих личинок, из которых появляются шмели. Шмели не строят в гнезде соты, как пчелы, а создают небольшие восковые чашечки, которые находятся внизу гнезда, в них выращивается потомство. В чашечки насекомые добавляют переработанный нектар. Количество его незначительно для сбора человеком, поэтому разведение шмелиной семьи для меда не считается рентабельным. Интересно, в шмелином меде гораздо выше содержание белков, минералов и витаминов, из-за этого его считают природным энергетиком. Шмелиный мед отличается более жидкой консистенцией, похожий на сироп, он менее сладкий и душистый, чем привычный пчелиной. Из-за непривередливости шмелей в выборе опыляемых растений мед содержит комбинацию из различных цветков. Даже съев небольшое количество меда, ощущается при лисил. Такой мед сложно сохранить из-за повышенного содержания воды, он быстро портится. Обратите внимание, шмелей сложно разводить для получения меда еще из-за того, что шмелиная королева может не вернуться на прежнее место в следующий сезон. Как сделать домик для шмелей? Для сооружения домика для шмелей своими руками чертежи могут не потребоваться. Улей представляет собой ящик размером 15-20 сантиметров по всем сторонам. Улей своими руками изготовить ящик можно из деревянных досок, дной крышку, из фанеры. Внутренние стенки не строгают, чтобы насекомым было удобно по ним ползать. Крышка должна быть съемной и надеваться поверх ящика. Посередине одной стенок просверливаются два отверстия диаметром в 2 сантиметра, в которые будут залитать шмели. К отверстию прибивают летную дощечку или трубочку. Интересно, леток черного цвета привлечет самку, которая в поисках гнезда исследует все темные пятна. Внутрь ящика укладывают мох-паклю или распушанную целлюлозную вату, которая послужит укрывным материалом. Улья ставят на колышки, которые нужно обмазать солидолом, чтобы внутрь не пробрались муравьи. Улью устанавливают летком на южную сторону, ближе к плодовым кустарникам. Чтобы улья не перегревался, сверху его можно накрыть листом пенопласта, но лучше устанавливать его в тени, потому что шмелина самка не любит высоких температур в гнезде. Улья рекомендуется устанавливать группами от 3 до 10 штук, располагая в ряд или в несколько ярусов. Расстояние в ряду соблюдают в 2-2,5 метра друг от друга. Бомбидарии шмелей-шмелей в естественных условиях любят селиться в заброшенных норах грызунов. Поэтому вместе с надземными устанавливают и подземные гнезда, которые называются бомбидариями. Для установки бомбидария для шмелей под землей нужно выкопать яму по размеру ящика. Бомбидария-шмелей вылет из подземного гнезда осуществляется через длинную летную трубку, имитирующую подземный ход. Трубку можно соорудить из рейк или взять пластиковую небольшого диаметра, длиной около 1 метра. Трубку плотно присоединяют клетку и замазывают глиной все стыковочные швы, чтобы в гнездо не забрались муравьи. Ящик оборачивают полиэтиленовой пленкой. Для размещения трубки выкапывают канавку. После установки дома шмели с летной трубкой выкопанные ямы конструкцию засыпают небольшим слоем земли и обкладывают дерном. Из освободившегося после летнего сезона гнезда вынимают все содержимое и сжигают ящики, дезинфицируют от паразитов. Ранее весной накладывают новый наполнитель. Важно! Весной шмелиная королева вернется только в комфортный для нее шмелевик. Шмели – безупречные опылители, благодаря удлиненному хоботку, способны собирать нектар из недоступных пчелам частей растения. Благоприятное воздействие насекомых на сад и тепличные растения говорит только в пользу шмелеводства. 00VOT Article Rating Субтитры создавал DimaTorzok